Всем доброе утро. Утрое раннее, доброе, прекрасное и довольно раннее для меня в последнее время. Сейчас 8.30 утра, 8.40 утра. Я жду курьера. Когда приедет курьер, я не знаю. Сегодня буду целый день ждать курьера, заниматься своими делами. Так, нет, это не курьер. Буду пить чай сейчас. Чайник мы до сих пор не купили, по старинке. В кастрюльке пока кипятим дом. Потому что, когда мы в последний раз ездили в магазин, была у нас красная зона и закрыли все отделы, которые от сход с товарами. Поэтому чайник нам купить не удалось. В той квартире у нас был чайник. А потом мы решили, что купим уже после того, как сюда переедем, потому что мы раз в 2 недели приблизительно ездим в магазин в другой город. В Атлантик суперстор. Поэтому там мы купим, чтобы меньше везти вещей. Ну, подушки, конечно же, мы купили заранее, потому что нам просто спать не на чем было. Так мы решили, что переедем. Мы через несколько дней поедем, купим кастрюлю. Нам нужна кастрюля. Такая вот для супа, для порща. И чайник. Но чайник мы так и не купили. Ни кастрюля, ни чайник, потому что эти отделы были закрыты тогда. Сейчас буду себе делать чаек. Пекла, кстати, пирожки. Там остатки можете видеть. Пирожки с лишней и сосиски в тесте. Ставьте лайки, кто любит сосиски в тесте, ну и лишив пирожки с лишней. В общем, сегодня буду заниматься английским. Сейчас мне нужно видео на компьютере. Я вчера отредактировала, перекинуть на компьютер и вывести его. Там я сначала в программе подтягиваю звук, потому что я монтирую на телефоне, но программа, на которой я монтирую звук, не позволяет сделать максимальным. Поэтому, если смотреть на компьютере эти видео без монтажа, то будет звук не очень хороший, не то что по качеству, а тихий довольно. Поэтому я сначала подтягиваю звук, вывожу снова и потом уже заливаю на YouTube. Поэтому сейчас этим я займусь. Всем доброго утра, хорошего дня, активного и активного начала дня. Буду пить свой чай. А вам предлагаю день себя не провести со мной. Прохладненько. Пойдемте сделаем немножко побольше температуру. Такой вот у нас утром прекрасный солнечный, залитый светом зал. Ну, диван, как вы понимаете, мы тоже еще не купили. Так, надо поставить. 76. 76 сюда по Фаренгейту, поэтому не переживайте. Мы на 76, по Цель сегодня купим. Вот такое прекрасное утро. Кстати, вот эти люстры очень интересно смотрятся. А вечером вообще свет теплый. Они такие как мозаичные. Я вам сейчас покажу. Видите, они разноцветные, как мозаичные. Когда включаешь свет. Сейчас попробую, конечно, но сейчас ведем. Ну, вот немножко видно, да, там есть и фиолетовый. И синий, и синий-зеленый, и желтый. В общем, смотрится очень интересно, необычно. Сейчас сделаю чай. Сегодня буду пить чай. Мы, кстати, берем лифтон. Вот такой классический. Люблю этот чай, потому что брали мы другой, кстати. Если кто-то думали, брать ли вот такой вот чай. Это с дыркомотом. Вообще не класс. У меня такие гумы бледные с утра. Ну, вообще, они всегда такие бледные. Надо немножко подмарафетить. Потому что совсем бледненькая, смотрюсь. Нездоровый вид. Это чувствую я себя отлично. Чай я всегда пью с утра. Кофе или чай. Потому что, потому что без него я не просыпаюсь. Не в том плане, что мне кофеина не хватает, а в том плане, что нужно запустить пищеводительный тракт. Я всегда утром, завтра, обязательно пью водичку. Стараюсь попить воды немножко с утра. Раньше я пила, когда я была уверена в воде. Когда мы жили в Чехии, я была уверена в нашей воде. Тогда я пила прямо с крана вода. А здесь нет. И мне она немножко не нравится по вкусу. Поэтому я... Надо только решить этот вопрос. Потому что хочу с утра пить стакан воды. Хорошая привычка. Я могу это делать. Знаю, что многие люди не могут просто выпивать воду с утра. Но, в принципе, к этому можно привыкнуть. Поэтому советую. Хорошая привычка. Я читаю книгу. Никак ее всю не дочитаю. Ваше тело просит воды. Вот что... Советую вам почитать. Вы понимаете, что многие болезни и можно избежать. Даже делая профилактику. Таким образом выпивая стакан воды. А также, если у вас еще не совсем запущенные стадии, что-то там можно даже вылечить. Просто тем, что будете пить воду. На самом деле, это... Были проведены исследования. Эта книга написана доктором. Поэтому, если вы заинтересовались, советую вам почитать. Не выручайте. Не делайте выручку в фармон-дустрии. А вот таким простым образом можно сделать свое тело здоровым. Поэтому почитайте, советую. Ссылочку я постараюсь оставить под видео. На книгу, если не забуду. Прямо завтра в дюймовочке. Сегодня сделаю сюда бутерброд с ветчиной и с хлебом. Я уже вот так вот нарезаю ее прямо в контейнер. Ну, что-то я сегодня не голодна, поэтому сделаю маленький. Кстати, вот здесь вот это стоит. У нас такой мед, якобы из клянового сиропа. Ну, я его не ем, мне не нравится. А вот мужу вроде как ничего. Поэтому, мы, кстати, недавно делали панкейки. Панкейки, да? С кляновым сиропом, наконец-то. Вообще мне кляновый сироп не очень нравится. Он имеет вкус такого сжженого сахара. Сладкий. Просто со вкусом сжжженного сахара. Поэтому я его не очень люблю. А, кстати, с кляновым сиропом очень даже ничего. Вот этот вкус сжжженного сахара остается. Такой. Потому что сам по себе сироп, он имеет такой приторный. Не приторный, а терпковатый. Терпковатый вкус. У нас здесь все уже ноутбуки переехали. Сюда на Айланд наш, на остров. Ну, в смысле, на вот это рабочие места тут наши. Так, я завтракаю. Я вообще обожаю утром. Но не люблю рано вставаться. Ну, сейчас в самый раз. Но я что-то как-то не выспалась сегодня. Ну, в общем, чего я сегодня стала, какого курьера, то я жду, я не сказала. Мы наказали сегодня курьера. Точнее, должен был приехать пятницу. Сегодня понедельник забрать документы, которые мы подъем по программе в общем-то на перманент резидент. Все документы, которые мы должны подать на перманент резидент, нужно отправить не по электронной почте какого-то хрена, извините, а именно физически нужно отправить все документы, копии причем и оригиналы этих заявлений, форм по-разному, по почте. Вот так вот. Поэтому жду курьера, сегодня будем все готовы. Могли бы еще пятницу. Пирожки есть, где красиво получились. Обожаю запах выпечки, вот я дома. Вот пирожок с вишнями. Сейчас вам сделаем фудпорн. Люблю, когда много начинки, но здесь вот почему-то немного попалось. Я даже не знаю, какой съесть хочу половинку. Маленький съем. Конечно, что мы будем жадничать. Вот он. Когда я стою рано утром, например, так хочется поставить вас подальше, но тогда будет не видно меня, да? Вот, хотел сказать, что когда я стою рано утром, например, у меня постоянно такое чувство бывает, ну, в смысле, допустим, вы едете в поезде или в самолете или в автобусе, что вы там посреди ночи, 3 часа, вам нужно встать. Что с волосом сегодня, я прошу прощения. Вам нужно рано встать и такое ощущение, как будто тебя разбудили по средней ночи, и весь живот твой и желудок сжался вот так вот в кулак. Такое неприятное ощущение, когда тебя вот будят прям вот, либо очень быстро. Я вот вставай, 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 вот так вот. И тогда даже мне чай не помогает. А так чай, я такая расслабляюсь, вся такая утром, если я выспалась, то чай это вообще то, что нужно. Кого больше чая или кофе любите, пишите в комментариях. Будет интересно почитать. Кого больше? И чашками, как вы заметили, я люблю дышать мне при чай. Вот в этой чашке 400 миллилитров. Я выпиваю вот как вот. Легко. Выбираю себе сейчас куртку, смотрю вообще, что есть. Начинаются скидки уже. И мне надо весеннее, такая зимне-весеннее. В общем, ну я в теплой куртке буду до лета ходить. Я мерзлявая дама, поэтому смотрю, сейчас начинаются скидки там до 50% даже. Хочу себе куртку. Разные фирмы есть, и цены разные. Надо, кстати, отсортировать. Я всегда сортирую от низкой цены к высокой, чтобы ориентироваться вообще, что по ценам. Магазин вот такой вот Sporting Life. Здесь, конечно, цены довольно высокие. Это вот сейчас я отсортировала довольно низкие. Идут 120 долларов. Это такие недорогие курточки. Но мне больше нравится вот этот магазин. Тут тоже, как видите, начинаются скидки от 60%. Этот магазин называется Sport Check. Давайте сразу зимнюю посмотрим и отсортируем по цене. Вот самая дешевая. Кстати, со скидкой сейчас 42 доллара. Была 102. Хочу себе какую-то такую немножко удлиненную, но чтобы в ней и тепло было, потому что я мерзляк. Вот это вот мне нравится, в принципе. Этот страшный искусственный мех. Вроде бы хочется что-то из меха, но хотя бы для того, чтобы от ветра закрывал иногда, потому что у меня всегда мерзнет шея. Вот это вот страшилище, как-то, знаете, когда вы такой страшный мех, вообще позориться с ним. Ходить, если честно, не хочется. Вот это с капюшоном. Ничего, такая цвета, конечно. Красненький есть. Красный не хочу. В общем, выбираю, смотрю. Еще хочу заказать на Алиэкспресс сегодня лампу себе, чтобы ногти себе гелем покрывать, гель-лаком, потому что моя лампа осталась дома в Украине. Заказала еще себе коврик уже силиконовый, чтобы на нем выпечку делать, потому что у меня у нас вот такая вот каменная слешница, но она не очень предназначена для того, чтобы на ней что-то делать. Ну, просто в том смысле, чтобы хотя бы сохранить ее. Я такая аккуратистка, мне надо все аккуратно использовать, поэтому, тем более, это не мое личное. Заказала себе коврик, жду. Придет не скоро, поэтому, в общем, жду. Кое-какие еще хотела заказы оформить на Али, тому занимаюсь сейчас. Вот такая у нас погодка. Сижу, у меня тут вообще обзорность на 180. Это вот, кстати, нам газеты принесли. Я их положила туда. Насчет куртки, кстати, нашла вот такой плохой вариант. Это The North Face. Обычно, в принципе, черная куртка. Парка, наверное, даже. Ну, конечно, черный цвет, ничего не видно. Ну, в общем, нормальная куртка, 324 доллара по скидке. Ну, у них скидки эти давно, чтобы было тепленько. Это единственное, что такое, из приличного я нашла, все остальное, ну, так себе. Вообще, нужно ехать в магазин и мерить там. А из-за таких вот только черное осталось. А я хотела себе цвета хаки. не люблю я на зиму черную одежду и так мрачно. Хотела цвета хаки, но там остался маленький S, а мне надо M или L. Даже, даже точно не знаю, надо мерить. Так, у нас уже четвертый час дня без 10.4 и я вот думаю, что сейчас буду делать. Буду, наверное, еще готовить плов, потому что курьера я уже жду, кстати, целый день. Курьер таки не пришел. Надо готовить, кушать. Уже 10.4 уже и кушать хочется, уже скоро муж придет. Я все сидела на Алиэкспрессе, всякую фигню выбирала, выбирала, в итоге ничего не выбрала, ну как всегда. Хочу заказать себе лампу, я уже сказала, да, ну вот это все. Что-то не знаю. Жалко мне что ли? Хочу заказать лампу, ну вот все думаю, надо мне. Вообще-то надо. Ну что так вы думаете? Сейчас буду развораживать мясо. Хочет и супа горохового. Сейчас, наверное, замочу горох, завтра буду варить на лесу. А сегодня сделаем плов. Сейчас разморожу мясо, будем готовить просто. варить на горох. Кстати, здесь я брала два раза, для нас вообще плохой. А в этот раз, ну так себе, более-менее, она все равно плохо разваривается, и в пюре не разваривается. Все уже. Сейчас наберу воды. Мясо подготовили, мясо размораживаем. В эту микроволонку, на самом деле, я могу влезть. это профессиональная техника, это киченейт. Поэтому, она такая большая, и в нее, наверное, я не знаю, индюшку можно запихнуть. Сейчас буду делать плов. А я пока голодная, поэтому перебиваю ступень крекерами, сырными. Такие вот, маленькие, желтенькие. Итак, сейчас будем делать плов. По-моему, рецепту называется на глаз. Что будем делать на глаз? Будем делать плов с грибами. Точно в этом рецепте только одно могу сказать, что риса я буду брать меньше, чем стакан. Нам нужно пол такой, довольно большой, крупной луковицы. Достаточно будет моркови в половинку. Я буду делать с грибами, возьму несколько грибов. Они у меня такие хорошие, свежие, просто такой вид немножко имеют подгулявшие, потому что они у меня есть заморозки. Я их не мою, а сразу замораживаю таким образом. А потом уже достаю замороженными, мою, они такие лишнюю влагу не впитывают, и чтобы не париться. Можете сразу, конечно, помыть, просушить и нарезать, заморозить их слазями, но я вот так вот делаю, мне лень. Очень хорошо переносит заморозку, я уже в каком-то видео рассказывала. Рис, у меня жасмин, буду брать меньше стакана риса. Рис я сразу ставлю уже на огонь, промываю очень хорошо, до прозрачной практически воды. Все это нарезаю, мясо, кстати, у меня тоже нам понадобится. Будем делать немного, поэтому у меня небольшой кусочек мяса. Мясо сейчас обжариваю, потом все нарезаю, тоже добавляю туда, кроме грибов. Грибы я отдельно нарезаю и буду добавлять уже в рис, когда он уже проварится немножко. Вот такие вот в Европе и здесь тоже делают вот такие вот пристежки, скажем так, на упаковках. Здесь отрезаете, а потом заклеиваете. Ну, я прямо так открываю. Нет, сегодня прямо так не получается, поэтому будем открывать по инструкции. Все, насыпали сколько нужно. Вот так заклеили и все. Так, линца я взяла, ну, не знаю даже. Меньше, чем стакан, но такое, приблизительно. Здесь у меня кастрюлька меньше двух литров, практически два литра. Сейчас я хорошо очень промываю это все и ставлю на огонь. Все промыли, вода у нас практически прозрачная. Воды я набираю с тем расчетом, чтобы у меня еще сюда влезла вот эта вот вся зажарка, которую мы сделали из мяса и овощей. Все, я ставлю на огонь. Ну, не на сильный, но такой, выше среднего. Сковороду ставим на плиту. Мясо у меня вот такой вот кусок. Ну, небольшой, но для кастрюли хватит. Мы не любим, чтобы было слишком много мяса. чтобы плов у вас получился рассыпчатый, нам нужно масло навить немного больше, чем обычно, чтобы немножко плавало мясо. немножко обжарится мясо, я добавляю туда лук, потом добавляю морковь, и когда уже будет кипеть, я добавляю грибы нарезанные и специи. Музыка. 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 В общем, делаю выводы, что блогер я такой себе не очень. Пошел мой день, сегодня уже без вадцати пять. Обед я с вами снимала, хотя я пообедала. Вот такой с меня не до блогера, но я учусь, делаю выводы. Плов готов. Сейчас жду мужа, будем кушать. И пока жду, у меня еще где-то есть почти минут пятьдесят, занимаюсь английским, обязательно. Все. Всем хорошего вечера. Вот таким получился мой влог. Возможно, ничего интересного. Ну, такие у меня будни. Нужно мне еще, кстати, я хочу заказать еще ковер сюда в зал, потому что очень пусто и прикольную одну композицию придумала, чтобы вот эту вот имитацию камина обыграть. Я уже хочу тусоваться здесь в зале, уже хотим заказать диван, все с этим локдамном никак не получается. То доставки сюда нет, то еще что-то, закрыто. магазины не работают даже онлайн здесь в Канаде. Пишите в комментариях, чтобы вам было интересно, чтобы я осветила или о чем бы рассказала или рассказала свое мнение по поводу жизни в Канаде или, может быть, в Европе. так у нас уже 7 часов вечера, но мы еще решили сгонять в магазин, посмотрим там, чайник надо нам купить, вроде бы, как у нас появились, поэтому все, поехали. Магазин, в общем, закрыт, до пол шестого работает, у нас сейчас уже пол восьмого, ну и, в общем, будем в другом магазине скачать. Как эпично, свет потух. Мы сейчас приехали в банк, в общем, стоим возле банка, муж пошел по своим делам, а я буду. В общем, буду с вами обращаться на этом. Хорошего вечера вам всем. У нас погода, конечно, испортилась, начинается такой дождь со снегом. Надеюсь, чтобы завтра это все не замерзло. А теперь на почту приехали. У нас вообще вот такая вот система, что там, где ящики, работает как бы круглосуточно, типа можно зайти, но, я так понимаю, у кого есть ключ. У нас, видимо, ключа чему-то нет. Вот такие дела. Надо ждать того, у кого есть ключ. До следующего видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.